Красивые девушки с табличкой в руках, анонсирующие на ринге раунды поединков. На этом коротком определении представление большинства людей о ринг-гёрлз заканчивается. Дальневосточная федерация современного панкратиона знает, что такая девушка на поле боя должна быть не только для красоты, но и для представления лица всей компании. В присутствии руководителей федерации, а также Российского союза боевых искусств, в спортивном клубе «Булат» прошел кастинг на такую необычную, но престижную роль. Ввиду того, что ринг-гёрлз такая же важная составляющая шоу, как и бойцы, и организаторы, ну вот отсюда выросла эта идея провести конкурс, найти дополнительное лицо, ну и проанонсировать наши мероприятия, наши турниры. Желающих представлять лицо ринг-гёрлз во Владивостоке оказалось немало. Даже при том, что в изначальных требованиях были особые ограничения по росту и внешнему виду, девушки выходили на свой предпоказ, ломая все стереотипы. Такой смелый ход, как отмечают уже опытные девушки ринга, определенно плюс, однако встречают по одежке. В первую очередь это должна быть фигура, потому что это спортивное мероприятие, да, мы не можем позволить себе выглядеть неподобающим образом. А второй, это чтобы была, ну, девушки были коммуникабельные, потому что нужно давать интервью, нужно снимать какие-то приглашения на видео, на камеру, ну, девушки должны уметь работать. Три шанса показать себя. Сначала обычное представление своего внешнего вида, затем небольшая биография и в завершении самое главное – попытка элегантно пройти с табличкой по рингу. Как вскоре оказалось, проверить свои модельные качества пришли отнюдь недалеки от спорта дамы. Опыта красивой ходьбы у них может и нет, зато пристрастия к активному образу жизни хоть отбавляй. Вообще я занимаюсь самбо 8 лет и в последнее время начала заниматься больный год. Сюда меня привело возгласы друзей, прям пихали меня, толкали. В итоге все-таки классическая фраза «красота спасет мир» оказалась в этом кастинге как никогда подходящей. Лучшей стала Вероника Комиссина, чье лицо, фигуру и проходку судьи выбрали почти единогласно. Мне это интересно, потому что я всю жизнь занималась спортом и спорт является какой-то частью моей жизни. И ринг-гёрлз девочки находятся в центре внимания, это тоже мне безусловно интересно и поэтому и привлекло. И решила попробовать себя, почему бы и нет. Теперь Виктория присоединится к двум уже знаменитым ринг-гёрлз. Анастасия Санникова и Виктория Кот сегодня являются тем самым лицом панкратиона на Дальнем Востоке. Их работа уникальна, девушки говорят, что кроме них подобным здесь никто толком не занимается. На меня вышли руководством Матч ТВ, снимается фильм полнометражный о ринг-гёрлз как профессии, как составляющей бойцовского шоу. И было безумно приятно, когда заместитель генерального директора говорит, Дмитрий, ваши две ринг-гёрлз, они лучшие в России. Пожалуйста, вот вопросы для интервью, мы хотим, чтобы они были в фильме. Девушки ринга покажут себя уже совсем скоро. Второй сезон современного панкратиона стартует с семи турниров, которые пройдут по всему Дальнему Востоку осенью этого года. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.